Ребятки, всем привет! С вами Александр и у нас идет турнир на Надозавра. Он появился в пятницу вечером и с помощью Алексея, он дал мне доступ к своему аккаунту, я вам покажу каким он выглядит сейчас. Это не мой аккаунт, я получил его вместе с вами после окончания турнира. А сейчас мы просто ознакомимся кто такой Надозавра и может там парочку боев с ним проведем. Давайте нажму кнопочку поместить и вот ребяточки у нас такой вот Надозавр. Короче, я очень рад, что у нас появился Надозавр. Он смотрите как красиво нарисован, то есть вот так бы я хотел, чтобы был нарисован и сам Анкилозавр. То есть, как вы понимаете, это у нас Анкилозаврит. Только это у нас существо более древнее, он примерно 100-110 миллионов лет назад появился. А Анкилозавры у нас, это уже так вершина эволюции Анкилозаврит. То есть, они появились как раз там 66 миллионов лет назад. За, ну, сами понимаете, меньше чем за миллион лет до исчезновения всех динозавров. Так что, это у нас представитель, скажем так, поскромнее, чуть поменьше. Метров 5 в длину, 2 в высоту и весил примерно 2,5 тонны. В то время как Анкилозавры могли достигать 8 метров и весить там в районе 5 тонн. То есть, Анкилозавры были вдвое больше, чем Надозавры. Давайте сейчас мы его немножко покормим, посмотрим, как он кушает. Но нарисован он красиво, мне нравится. Посмотрим, не испортили ли его на 40-м уровне, как вы помните, что Анкилозавр на 40-м уровне выглядел паршиво. Так, давайте тогда сейчас, как бы, перед тем, как мы посмотрим, вот я увидел, увидел здесь есть. У нас, кстати, родственники есть. Вот это Скалозавр, да, но он такой с булавой, как Анкилозавр. И, собственно говоря, вот сам Анкилозавр. Вот видите, он так тоже выглядит хорошо на первом, там, десятом, двадцатом, тридцатом уровне. А на 40-м уровне он выглядит просто отстойно, короче, ребята. Просто отстойно, да. Так, так, давайте таки мы сейчас зайдем и посмотрим, каким он выглядит. Смотрите, на 30-м уровне он у нас имеет, ну, скажем так, это не шибко, не шибко сильный динозавр. 1900 на 596, чуточку посильнее, чем обычные легендарные. Но мне нравится. Раскрасочка, что у него верхушка там какая-то зелененькая, детализация хорошая. И давайте момент истины, ребятки. Момент истины. Тадам, закрываем глаза. И, о, чудо, его, короче, не испортили. Но он, знаете, на кого похож? Он похож на динозавра гибрида из Jurassic World of Life. Я сейчас вставлю, вот, короче, картиночку. Забыл, как он там называется. Надо, не знаю, надо, не надо. Короче, вылетело мне с головы, как он называется. Это гибрид, там смешаны все эти названия. Фиг их запомнишь. Так, нестигадей. Нет, трагодистис, может. Короче, ну вы сейчас видите на экране, и вы уже все точно знаете. 2700 на 844. Такие вот у него показатели. Смотрите, у него брюхо полосатое. Так, а ну-ка, мы смотрим сейчас на брюхо, ребята. Да, раскраска меняется. Смотрите, тут у него брюхо такое вот каменное все. Потом он становится с такими вот узорами. А вот на сороковом уровне почему-то у него вообще здесь нет каменной защиты. Вот смотрите. На девятом уровне у него здесь видно бронепластины. А на сороковом почему-то бронепростин не стало. То есть он как бы стал более уязвим с боков, чем был. Вот такой вот прикол. То есть булавы ему не дорисовали. Все нормально. Стали побольше шипы. И появился большой гребень по центру спины. Ну что, прикольно, забавно. Давайте сейчас мы его поддраконим. Ну вот такой вот у нас дракончик. Давайте запомним сейчас его показатели. 600 и 844. Идем на арену. Вот у нас, собственно говоря, турнир только начался. 600. Нам нужна обычная арена. Вот сюда. Берем только травоядных сейчас. И давайте будем смотреть. 600 и 800. Так, вот, 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 вот. Он у нас находится между 30-м сигнозавром и амаргозавром. То есть по силе удара он как амаргозавр, как у Найринг. Да. Так. А там 600 у нас идет. Около 600. Вот, 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 вот он. Вот идет наш мандозавр. Кого-нибудь пихаем по центру. И... И вот, 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 и вот. Так, теперь здесь берем... Все существа, наверное. Так, убираем гиганоцефала. И... Так, нам нужна какая-то амфибия. Ну, амфибия такая не шибко сильная. Вот где-то вот отсюда вот амфибия. 800. Ну, вот так вот, давайте. Погнали. Так, ну, кто нам попадается в противники? Нам попадаются 3 летуна. В общем-то, это 2-1 в нашу пользу. У нас 2 травоядных. Ух ты, красиво. Так, ну, можно, в принципе, сразу атаковать. И ему, в принципе, деваться-то некуда. Ух ты, красиво выглядит. Еще на этой арене. Да, на пвпшной арене она выглядит прикольно. Как будто бы вольер из Jurassic World Evolution. Так, эскафагнатик. В принципе, его можно тоже пробить. Ух, смотрите, как мало он. Всего лишь 183. Ой, это у нас был, типа, суперудар. Давайте сейчас попробуем еще накопить 8 баллов. Ну, очень легкий нам противник попался. Ну, он вообще-то даже нашей пробить, наверное, не сможет. 6. Ну, нет, пробил таким. Это не страшно. И я его сейчас убивать не собираюсь. Я дам ему шанс про Трагиринуса забрать. Кстати, мы сейчас после боя еще пойдем же почитаем, что нам пишет самолюдия в описании. На дозаврика нашего. И вот отлично. Я думал, подменюсь, будет неполная атака. Ну, нет, у нас полная атака, 8 баллов. Красавчик какой. Ух, 25 тысяч сил удара. И вот так вот он выглядит. Крутим нашу рулеточку. Сейчас почитаем, кто он такой. Что там нам пишут. Сравним с тем, что я сказал. и сделаем еще один бой так 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 идем сюда идем сюда и вот сюда и давайте почитаем так надзавр переводится как узловатый ящер но да но от слова но до узел хорошо надо за вратах семейства анкелозавридов и тем самым связано рабством с знаменитым анкелозавром но мы знаем он более древний предшественник анкелозавра в отличие от анкелозавра у надзавра нет булавы на конце мощного хвостает мы тоже с вами заметили и окаменелась надзавра впервые были обнаружены в 1889 году штате вайоминг но мне кажется здесь бы не мешало бы добавлять данные по размерам которые я вам сказал в начале этого видео и так идем еще разок еще разок идем пойдем точно такой же комбинах ай а мафи би и ну давайте крутика возьмем 30 ну пусть будет 30 так кто нам попадется ну давайте по бы уже хищники пожалуйста летуны да вот уже нас такая разношерстная попалась строится и он подменится естественно на но не у нее нет амфибий нет у него летун есть черт вот не нам будет короче не очень удачно он сейчас подменится вот на спина раптора и появится у него вторым то есть останется летун нам короче не с руки короче нам нужно сейчас его пробивать по полной ну вообще отлично так атака на 4 ну я щас не буду его даже атаковать наверное ладно пробиваем раз уж так получилось я думал у нас как бы не будет хватать баллов но нет так теперь у нас гиганоцефал смотри гиганоцефал против надозавра кто кого я вообще могу посидеть защите но мы сейчас выпустим кстати давай атаку уже молодец я хочу просто поставить ему в соперники вкачаного надозавра вот так надеюсь я успел сделать скриншотик и атака на восемь ребятки вот такие вот в общем то дела ребятки в общем то ссылочку на группу вконтакте алексея который он ведет это на самая большая и популярная группа в контакте по поводу джурасик world the game то есть там у нас все все новости все динозавры в общем то вся информация по этой игре сам там часто часто читаю полезную информацию так что переходите переходите и кстати там тоже можно прикупить динозавриков ребята если вам вдруг какого-то динозаврик очень сильно хочется и вы не можете насобирать на него генов то можете обратиться к алексею за помощью в его покупки ссылочки короче в описании ребятки так что спасибо алексей что дан вам возможность заценить этого динозаврика скажем так до окончания турнира да ну а мы вместе с вами надеюсь воскресенье чко может в субботу постримим этот турничек на этом все всем пока до окончания турнира и Продолжение следует...